Я помню, как говорил отцу Это твоя проблема, а не твоего учителя Что ты сам сделал, чтобы решить этот вопрос? Отец никогда не позволял мне переложить ответственность на других Да, когда я был подростком, папина идея о том, что ты сам отвечаешь за свою жизнь, была для меня горькой пилюлей Но, оглядываясь назад, я вижу, насколько он был прав Он хотел показать мне, что есть два типа людей Те, кто берет ответственность за свою жизнь и те, кто обвиняет других Те, кто формируют свое будущее и те, кто просто становится жертвами обстоятельств Когда ты делаешь выбор в пользу того или иного решения, ты тем самым определяешь, каким будет твое будущее Во-первых, самое главное, с чего нужно начинать, это нужно поставить ему обязательно перед собой цель Потому что, когда ты идешь в какое-то путешествие, а жизнь это длинное путешествие Должен понимать, как вот у туристов, должна быть точка на карте Когда ты знаешь точку на карте, ты знаешь, что тебя к ней приближает, а что удаляет Какой путь правильный, какой неправильный Поэтому, естественно, начинать нужно с цели полагания И чем раньше ты начинаешь, тем лучше Без этого ничего не будет Если ты не знаешь точки на карте, ты никогда никуда не придешь Меня спросили, кем ты хочешь быть в 7 лет Я не знаю, кем я, не знаю, вот закончу институт, решу Нет, сынок, ты сейчас думай, кем ты станешь Представь, что тебя попросили сложить пазл Ты достаешь из коробки всю тысячу фрагментов Рассыпаешь их по большому столу Смотришь на крышку коробки, чтобы понять, какую картинку собирать Но если на коробке нет картинки, как можно сложить пазл? Теперь подумай о собственной жизни Знаешь ли ты, что должно получиться в результате? Кем бы ты хотел стать через год? А через 5 лет? Или у тебя нет ни малейшего представления об этом? Тогда как ты добьешься успеха в жизни? Хорошо тот, кто нашел миссию изначально Вот он там со школьных лет вперед рванул и все Для него и работа, и ремесло, и хобби, и миссия, и служение, и все вместе Это было бы очень здорово Если нет цели в жизни, но нет цели А вот без цели, вот так, просто, я работаю где-то, это не цель Просто где-то получить зарплату, зарабатывать, это не цель Настоящую цель надо определять Это первое А определить ее можно только через самого себя Внутри, в себе поискать свои природные данные, возможности, способности Каждой хромосоме у нас заложен наш дар Зачем ставить цели? В Гарвардской бизнес-школе в 1979 году был проведен опрос Студентам задали вопрос Ставили ли вы четкие письменно оформленные цели на будущее И составляли ли план по их достижению? Оказалось, что лишь 3% опрошенных имели такие цели и планы 13% имели цели, но не записывали их И около 84% студентов не имели никаких конкретных целей Через 10 лет они были опрошены снова Оказалось, что 13% имевшие, но не записывавшие свои цели Зарабатывали в среднем вдвое больше, чем 84% не ставивших перед собой никаких целей Но самое удивительное, что 3% письменно фиксировавших свои цели Зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем оставшиеся 97% опрошенных вместе взятых Единственное различие между этими тремя категориями заключалось в четкости постановки целей Если цель поставлена правильно, человек не принесет беспокойств в обществе И он несет гармонию, наоборот, в обществе И в свою жизнь, и в жизни окружающих людей Он будет как бы гармонизировать Он будет желанным человеком для всех Важным, нужным Если ты ложишься спать и не спланировал, что ты завтра будешь делать То ты утром встанешь и как Бобик окажется То кто-то позвонил, телевизор, туда, сюда, куда-то что-то скажешь Позвали куда-то И день прошел, приходишь и пустой день 20 часов этого дня будет пустое У тебя ничего в памяти не останется Но когда ты спланировал, ты уже вечером скажешь Так, я сделал это, значит, починил здесь это Ты конкретно себе, мелочи какие-то маленькие Так же и жизнь Если ты не спланируешь ее сам для себя То у тебя, ты как хаотический Тебя будет из стороны в сторону У тебя сумбур будет Первый секрет настоящего мужчины Целеустремленность Важно ставить цели на неделю, месяц, год Необходимо прописывать их Анализировать, что мешает, а что помогает в их достижении Нужно прикладывать усилия в том, что тебя развивает Планируя действия в этом направлении Можно раскрыть свой потенциал В том, кто они, люди всегда обвиняют обстоятельства Я не верю в обстоятельства Те, кто преуспевают в этом мире Встают и ищут обстоятельства, которые им нужны А если не могут найти, создают их сами Очень странная идея развивать ответственность Но если человек осознает, насколько широкие перспективы Это перед ним открывает, способность принимать на себя ответственность Большинство людей остаются в инфантильном возрасте Их биологический возраст меняется А их психологический возраст остается инфантильным И характеризуется это, в первую очередь, неготовностью принять на себя ответственность У этих людей всегда кто-то виноват в том, что кто-то у них не получился Несамостоятельность означает, что я еще не принимаю своих решений Не несу еще ответственности сам за свою жизнь Я все еще маленький ребенок Этот человек просто живет, не задумываясь ни о чем Просто перекладывая все эти проблемы на своих родителей Пусть сами решают Я ничего не знаю Чем в большей степени человек готов брать на себя ответственность Не только за себя, но и за то, что происходит с ним вокруг Тем в большей степени можно говорить о том, что это взрослый человек И мужчины, для того, чтобы стать настоящими мужчинами с большой буквы Они просто не могут в себе не тренировать ни самые лидерские качества А одно из самых главных лидерских качеств Это брать на себя ответственность Фактически брать на себя риск Ответственность это, скажем, жизненно необходимое качество Без ответственности люди, собственно, в принципе не развиваются Никакой индивидуальной эволюции он не проходит Человек должен быть ответственен как личность хотя бы перед самим собой Способность признать, что нынешнее положение вещей является результатом твоих собственных поступков Не Путин, папа, дедушка, страна, чертов Новокузнецк или где ты живешь Климат, гены, 21 век или что-то еще Конечно, все это повлияло в совокупности Но то, что ты имеешь на сегодняшний день результаты твоего собственного выбора Или твоего устранения от выбора Ты добровольно устранился от выбора, а это тоже есть выбор Выбор не выбирать На пути к успеху всегда существуют препятствия Иначе успешными были бы уже все Посмотрим на то, что мешает нам добиться успеха Назовем это навыки неудачников Просто реагируй Обвиняй во всех своих проблемах родителей, учителей, свою девушку, президента Не бери ответственность за свои поступки и слова Не думай о будущем Не строй планов, не ставь цели Не задумывайся о том, что будет завтра Зачем беспокоиться о последствиях своих действий Прожигай жизнь и будь как все Откладывай важное на потом Не думай о важных делах Лучше посмотри телевизор Поиграй в компьютерную игру Побольше сиди в интернете Откладывай учебу на потом Я должен понимать, что мой поступок Или отсутствие поступка будет иметь последствия Что выкуренная сегодня сигарета Будет иметь последствия Маленькие, незаметные Но она ляжет где-то в кучку с другими поступками, другими решениями Которые в совокупности определяют, например, инвалидность 49 лет, например И сколько угодно говори У нас плохая медицина и так далее Это ты выбирал каждый день Маленькие, маленькие, маленькие поступки Которые легли кирпичиками в эту стену Дамир, здравствуй Не могу устроиться на нормальную работу Часто предъявляют завышенные требования Например, знание языка, новых компьютерных программ Но учить все это, естественно, нет ни времени, ни средств Что посоветуешь? Когда люди говорят, что у них нет времени, средств или чего-то еще Это означает, что они не берут ответственность за свою жизнь Принять ответственность означает прекратить обвинять других в своих неудачах Что ты можешь сделать, чтобы выучить язык Начать соответствовать требованиям работодателя У всех людей 24 часа в сутках Посмотри, на что уходит твое время И начни посвящать его достижению своих целей Способность принимать на себя ответственность выглядит следующим образом У тебя дома беспорядок, допустим, да? Или ты живешь в семье У тебя есть мама, папа, младшая сестра Младшая сестра все разбрасывает Там папа за порядком не следит Принято, что мама всегда следит за порядком Ну, в общем, и так далее Говоришь себе, вот на этой территории за порядок отвечаю лично я Сам себе это говоришь, сам себе это повторяешь И смотришь, вот ты отвечаешь за порядок Как на этой территории? Порядок? Не порядок, бери и наведи порядок Ну, например Потом эта ответственность может вырасти на уровень подъезда Дома Потом можно уже думать о том, как можно позаботиться о своем городе Для меня когда-то услышанная фраза, что думай глобально, действуй локально Это как раз фраза про ответственность Что я должен реализовывать ответственность на моем ближайшем уровне На моем ближайшем, в моем ближайшем кругу И ровно тогда мой уровень влияния растет За мои успехи, за мои доходы, за мой внешний вид, за мое здоровье, за мою спортивную форму отвечаю лично я В общем, а дальше творчески отнеситесь к этому делу Посмотрите области в жизни, которые вы берете под свой контроль Второй секрет настоящего мужчины Ответственность Необходимо принимать на себе ответственность Это основной признак зрелости Важно брать обязательства и выполнять их Любой поступок или его отсутствие будут иметь последствия Однажды один ученый, проходя по парку Заметил на кусте кокон, из которого пыталась выбраться бабочь В коконе была узенькая щель И бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время Но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть Тогда он достал перочинный нож и надрезал кокон Бабочка тут же вылезла Однако ее тельце было немощным и слабым А крылья еле двигались Ученый продолжал наблюдать за бабочкой Думая, что ее крылья окрепнут И она полетит Но этого не произошло Она так и не смогла полететь Ведь именно те усилия бабочки Которые нужны, чтобы выбраться из кокона Укрепляют ее крылья и дают способность летать Если понаблюдать, как она подрождается, выходит вот эта бабочка из кокона Боже мой, это невероятное усилие Кажется просто, знаете, она может умереть, эта бабочка Из чувства сострадания мы иногда хотим помочь Вот надрежем кокон снаружи Поможем ей Она легко выбирается оттуда Но летать не умеет И с этой точки зрения многие люди ждут Как бы простой, то есть легкой жизни Вот родители что-то для меня сделали Оставили квартиру, оставили какие-то деньги, машину Надрезали кокон Что я наблюдаю большей частью Такие люди молодые становятся либо наркоманами Либо что-то еще в этом духе Они даже не ценят Родители часто вот сильно страдают из этого Что столько мы сделали Но они не ценят этого Не поняли даже Потому что кокон надрезан был Они летать не умеют У них нет высоты полета такой Чтобы вот эти вот деньги Вот эти вот традиции семейные использовать На таком уровне Они их просто проедают Просыпают Летать не умеют Они просто по земле ползать начинают С этим вот наследством Настоящая трагедия Это трагедия человека Который ни разу в жизни не сконцентрировался И не предпринял ни одного величайшего усилия Он никогда полностью не реализует своих способностей Никогда не встанет в полный рост Дамир Нигматянов Тренер-консультант Бизнес и лайф-коуч Автор программ по развитию персональной эффективности руководителей Когда я вижу ребят, которые курят для того, чтобы казаться взрослее Или употребляют спиртные напитки Я понимаю, что в первую очередь Они таким образом демонстрируют свою неуверенность Они демонстрируют то, что в их жизни нет чего-то На что они могли бы по-настоящему опереться И выстраивать свое настоящее будущее Уверенность основана на опыте Когда ты в жизни решал сложные задачи Проходил через трудности И ты справился с этим Возникают новые трудности меньшего масштаба Ты чувствуешь себя уверенно, потому что ты с этим справлялся Например, если вы едете по Москве Сложные движения очень Если вы знаете правила дорожного движения Вы уверены Если вы первый раз сели за руль Сразу в Москву поехали То представьте, на каждом повороте вы неуверены Что делать? Пропускать или проезжать С какой стороны и прочее Страх постоянно Поэтому подлинное образование Человеку дает эту уверенность Он получает знания И становится уверенным Здесь важно уверенность Не путать с самоуверенностью Такая вроде бы тонкая грань Ее люди видят Женщины ее чувствуют Когда ты стараешься явно произвести впечатление Так у тебя все нипочем Это, как правило, бывает компенсацией Некой внутренней сладости Понимания недостаточности своих умений И навыков своей внутренней силы Дамир, здравствуй Не так давно познакомился с новой компанией ребят В основном в ней все курят Чтобы чувствовать себя более уверенно Тоже начал курить Хотя понимаю, что это плохо Хотел бы прекратить Но боюсь потерять уважение в этой компании Что посоветуешь? Задай себе вопрос Я делаю то, что хочу сам Или то, что хотят от меня другие? Настоящая уверенность Которая необходима в жизни Приходит в результате преодоления собственных слабостей Работа над собой И не зависит от мнения окружающих Такого человека будут уважать в любой компании А курение и спиртное Это просто циничный бизнес В который производители стремятся втянуть молодежь Я бы рекомендовал контролировать свое поведение Заниматься спортом Зарабатывать себе на жизнь И, конечно, расширять жизненный опыт Не быть, знаете, человек Который зависим от других Который является иждивенцем Чье благополучие находится в руках других людей И не этим манипулирует Откуда у него может быть уверенность в себе? Уверенность, когда ты можешь обеспечить свои потребности полностью Но высшая степень уверенности Когда ты можешь обеспечить свои потребности И потребности других людей Третий секрет настоящего мужчины Уверенность Необходимо преодолевать лень, нерешительность, собственные слабости Преодолевать дурное влияние окружающих людей Важно нарабатывать жизненный опыт, навыки и умения Это является основой уверенности, будущего успеха и благополучия Мы покоряем не Эверест, а самих себя Эдмунд Хиллари Первый человек, покоривший Эверест Александр Хакимов Философ, психолог, общественный деятель Автор книг и семинаров на тему личностного роста Это сверхспособность человека И она есть у каждого, вот этот героический талант У мальчишек особенно Это нужно воспитывать, выращивать Потому что они все потенциальные герои именно Молодые люди И этому нужно обучать, потому что если сверхспособность не раскрыть Человек споткнется на первую же неудачу в своей жизни Проявить слабость И будет разочарованным, как вы сказали уже, несчастным Когда-то давно старец открыл своему внуку одну жизненную истину В каждом человеке идет борьба Это ужасная борьба двух волков Один из них представляет злость, гордыню, жадность, ложь, зависть и лень Другой олицетворяет любовь, доброту, правдивость, сострадание, бескорыстие и трудолюбие Внук, тронутый до глубины души этими словами, задумался и спросил «А какой волк побеждает?» Старец улыбнулся и ответил «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь» Белый-черный волк – это две силы внутри нас самих, каждого человека Есть темная сторона нашей жизни и светлая, чистая Они не могут жить вместе, как добро и зло Вечно борются, то добро побеждает, то зло побеждает Возникает вопрос, конечно же, если они так жестоко борются, то кто же победит, что же будет с моей жизнью-то вообще? Но на самом деле от меня зависит это, их поведение Успех или неуспех, от того наблюдателя как раз, который дает им пищу Развивать качество – это то же самое, что класть деньги на свой банковский счет Счет, который будет всегда с тобой Посмотрим на график Есть то, что ведет нас вверх к успеху И то, что приводит к неудачам Вниз Неудачник Лень Негативное мышление Критика и сплетни Курение Алкоголь Порнография Дурное общение Нарушение обещаний Пустая трата времени в интернете, на компьютерные игры, на просмотр телевизора Ложь Все это совокупность ежедневных поступков, которые позволяют тебе прожечь жизнь Таким образом прожить, чтобы ни в коем случае не подняться выше амебы Некого существа без собственной воли, без собственного видения, без собственных желаний Некое биологическое существование провести Теперь давайте посмотрим, какие качества ведут вверх к успеху Чтение книг Творческое развитие Физические упражнения Общение с мудрыми людьми Трудолюбие Постановка целей Выполнение обещаний Добрые дела Честность Вот эти все качества, они имеют какую-то тенденцию развиваться Не просто вот я имею какое-то качество, оно будет развиваться Как семечко, если посадить, оно будет расти Вот любое качество Поэтому наша задача каким-то семенам не давать пищу, чтобы они не росли Вредные сорняки Или вырывать их вообще А другие нужно культивировать, чтобы они вырастали наоборот Хорошие качества Если ты никуда не развиваешься, ты деградируешь Потому что вокруг тебя все развивается Жизнь не стоит на месте Дамир, здравствуй Знаю, что ты многим помог в достижении целей Хочу спросить совет Я еще учусь в институте, но параллельно хочу пойти поработать Стараюсь найти хорошую должность в сфере журналистики Подскажи, пожалуйста, как лучше это сделать? Прежде всего ищи общение с теми людьми, кто добился успеха в этой сфере Какую бы должность ты не хотел занять Самое главное, что будет иметь приоритет Это те качества, которыми ты обладаешь Профессиональные навыки можно наработать достаточно быстро А качества характера, такие как инициативность, коммуникабельность, трудолюбие Развиваются постепенно и всегда востребованы Какую бы ты профессию не выбрал Если человек хочет быть успешным в какой-то деятельности Он должен опять же взять идеал себе какой-то Если он, например, фотограф, он должен учиться разных фотографов смотреть Он должен иметь идеал успешной личной жизни Если нет этого у него в семье, он должен взять этот идеал В других семьях, в других отношениях Он должен иметь общение Сейчас, по крайней мере, в наше время, в наши дни Еще у нас есть такая возможность через книги, лекции, YouTube Получать достаточно хорошее общение Бывать на каких-то встречах, фестивалях и так далее В первую очередь в развитии нуждается воля Это самое главное Без воли вообще ничего сделать невозможно Воля – внутренняя энергия, направленная на то, чтобы заставить себя сделать что-то Первая задача воспитания воли – способности принуждать себя делать то, что нужно сделать Именно тогда, когда это нужно сделать А что тренирует волю? В первую очередь спорт В первую очередь спорт, потому что спорт и предполагает некое усилие над собой, над сопротивлением Четвертый секрет настоящего мужчины Положительные качества Необходимо искоренять в себе плохие качества Важно развивать качества, которые приводят к успеху Трудолюбие, целеустремленность, ответственность, честность, доброжелательность Чтобы развивать положительные качества, нужно общаться с людьми, обладающими этими качествами У всех успешных людей есть привычка делать вещи, которые неудачникам делать не нравится Успешным людям тоже не нравится их делать Но это не нравится – подчинено силе их цели Руслан Байрамов – российский бизнесмен Президент Международного фонда «Диалог культур» Основатель и руководитель этнографического парка «Этномир» Вначале кажется, что вот вся жизнь впереди, ничего подобного Жизнь пролетает очень быстро Чтобы потом в десятки лет не переживать, не страдать Лучше с 14 до 20 очень хорошо поработать А потом уже это будет действительно легче Сконцентрировавшись, двигаться своим путем Повторюсь, не распыляться, не тратить свою жизнь на удовольствие В молодости знания даются легче и быстрее И нужно, не упуская момента, успеть наработать знания и опыт Которые потом в жизни будут являться капиталом Я агитирую безостановочно В молодости не теряйте времени, нарабатывайте знания и навыки Есть ощущение, надо погулять, все такое Потом я успею Иллюзия Давайте посмотрим интересную статистику Какие привычки есть среди богатых людей, а какие среди бедных Привычка Составляют список дел на день, неделю, год Богатые – 81%, бедные – 19% Фокусируются на достижении конкретной цели Богатые – 80%, бедные – 12% Едят фастфуд Богатые – 30%, бедные – 97% Занимаются физическими упражнениями не менее 4 раз в неделю Богатые – 76%, бедные – 23% Смотрят ТВ-реалити-шоу Богатые – 6%, бедные – 78% Ежедневно читают развивающую литературу Богатые – 88%, бедные – 3% Уверены, что стоит всю жизнь учиться и самосовершенствоваться Богатые – 86%, бедные – 5% 84% богатых людей верят, что правильные привычки приводят к успеху А среди бедных – таких всего лишь 9% Привычка для тех ребят, которые теряют много времени Может быть, в социальных сетях или в компьютерных играх Каждый раз задаваться себе вопросом А является ли это время, которое я провел, вкладом в мое развитие? Является ли это время вкладом в достижение моих целей? Что ценного я приобрел после того, как полтора или два часа посвятил этой компьютерной игре? Первое, что нужно знать о привычках Нет такого привычка курить и отсутствия привычки курить Есть привычка курить и есть привычка не курить Нет привычки делать зарядку и отсутствия привычки делать зарядку Есть привычка делать зарядку, а есть привычка проводить утро по-другому Но какая-то другая привычка вместо этой То есть мы все равно живем, воспроизводя ежедневно десятки привычек. Привычка – это то, что может вас сформировать, закалить, позволить вам добиться больших успехов. И наоборот, привычка может привести к состоянию деградации, уныния. Поэтому привычка – это мощнейший инструмент, который вы можете использовать. Ну, очевидно, что если человек воспроизводит ежедневно десятки или сотни ритуалов, которые являются его привычками, то у них есть определенные последствия. Человек курит, понятно, какие последствия у этого. Человек не курит, занимается спортом – это другие последствия. Если у человека есть привычка каждый день полчаса изучать английский язык, через год он будет английский язык знать так, как не знают выпускники школ, которые изучают его несколько лет и сдают по нему экзамены. Вот если у него будет привычка каждое утро, допустим, едет в общественном транспорте, и у него привычка в транспорте не смотреть в окошко, любоваться другими пассажирами, а слушать аудиокниги, например. Если он будет слушать художественную литературу, у него невероятно разовьется язык, речь, красочность, красноречие и так далее. Его будет приятно слушать, он во многих ситуациях может получить приоритетное право на что-то. Ему он понравится девушке больше, чем другие, если у него будет развитая речь. Он понравится потенциальному работодателю на собеседовании больше, чем другие кандидаты, если у него будет при прочих равных обстоятельствах более развитая речь, более грамотная. Ну и так далее. Это касается только вот такой простой привычки – вставлять в уши наушники и на телефоне включать скачанную аудиокнигу. Пятый секрет настоящего мужчины. Положительные привычки. Поступки определяют привычки. Привычки формируют качество характера. Характер определяет судьбу. Важно находить и искоренять в себе негативные привычки. Необходимо формировать положительные привычки, например, прописывать цели и планы, читать книги, заниматься физкультурой и правильно питаться, планировать свое время. Начинать надо с себя. А чтобы начать с себя, нужно сначала проанализировать свою жизнь, найти в ней положительные моменты и отрицательные. Важно не просто стать богатым человеком, важно не просто добиться какого-то успеха, а важно реализовать тот потенциал, который есть у вас. Поэтому должны быть шаги каждый день. Понимание, где ты находишься, понимание, куда ты хочешь прийти и постоянная практика, практика, практика. Самое главное – просканировать себя и постараться понять свои сильные и слабые стороны и быть честным по отношению к себе и к миру. То есть кто ты такой, что ты умеешь. То есть честная диагностика внутреннего состояния, внутренних качеств. После этого постараться наметить некий план того развития, который он для себя считает правильным, кем он хочет быть. И шаг за шагом, терпеливо, системно идти к своей цели. Пять секретов настоящего мужчины. Ставить цели, планировать свое время. Брать ответственность за свою жизнь. Развивать уверенность, нарабатывая навыки и умения. Формировать положительные качества характера. Приобретать и развивать положительные привычки. Все перемены в жизни начинаются с самого себя. Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно выиграть битву с самим собой. Всегда помни, от рождения тебе дано все, что нужно для успеха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok